всем привет всем привет сегодня мы будем читать книжку про лису про лису которую выбрал что это которая нарисовал и что она будет делать но тогда клади пусть оттуда смотрит с нами слушать с вами слушать вам ее видно папа видно все все пусть лежит алиса стране чудес льюис кэролл это имя автора привет меня зовут алиса мне семь с половиной лет вчера льюис кэролл папин друг катал меня на лодке и рассказывал удивительную сказку который он сам придумал обо мне и о моих приключениях стране чудес алиса сидела на берегу реки рядом со своей сестрой и скучала не знаю чем же занять себя день был жаркий и и начинала клонить сон раз-другой она заглянула в книжку которую читала сестра но она была неинтересна без картинок кому нужны такие скучные книжки без картинок и даже без разговоров подумала алиса что прям как я мечу меня занять на карантине всегда сейчас мимо пробежал белый кролик с розовыми глазками ничего удивительного в этом не было но тут кролик вынул из жилетного кармана часы и воскликнул ах я опаздываю я опаздываю алиса тотчас же вскочила на ноги и бросилась за ним и вовремя кролик как раз скрылся в норе под живой изгородью алиса кинулась за ним даже не подумав как же она будет выбираться обратно нора оказалась прямой как тоннель алиса ползла и ползла вперед как вдруг почувствовала что проваливается в какой-то глубокий колодец она падала так медленно что успела прийти в себя оглядеться первым делом она посмотрела вниз но там было совсем темно тогда она поглядела по сторонам и заметила на стенах какие-то полочки и шкафчики а между ними на крючках висели картины и географические карты алиса все падала 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 неужели это будет длиться целую вечность поскольку ей совершенно нечем было заняться она принялась разговаривать сама с собой моя милая дина сказала она диной звали ее кошку как жаль что тебя со мной нет конечно здесь нет мышек но зато должны быть мошки а знаешь мошки они почти такие же как кошки только вот вопрос едят ли кошки мошек тут алиса стала засыпать и забормотала сквозь сон едят ли кошки мошек а иногда едят ли мошки кошек не все ли равно какие вопросы задавать если на них нет ответа вдруг бух она шлепнулась на кучу сухих листьев и на этом ее падение закончилась она тот час же вскочила на ноги увидела что оказалось длинном коридоре а в самом конце этого коридора мелькнул белый кролик не теряя ни секунды алиса бросилась за ним она пули промчалась по коридору оказалась в огромном зале с низким потолком но увы кролик куда-то исчез алиса увидела множество дверей однако все они были заперты как же мне отсюда выбраться задумалась она и тут девочка заметила стеклянный столик а на нем золотой ключик алиса решила что им наверняка можно отпереть одну из дверей но нет ключик был слишком маленький не подходил ни к одному замку присмотревшись она увидела совсем крошечную дверцу и о чудо ключик легко повернулся и дверца открылась нагнувшись алиса заглянула в дверцу за ней был чудесный садик как же ей захотелось туда пробраться но увы она не могла просунуть дверцу даже голову алиса вернулась к стеклянному столику вдруг обнаружила на нем бутылочку горлышко была привязана бумажка с надписью выпей выпей меня совершенно верно алиса удивилась однако из осторожности решила посмотреть не написано ли на ней слово яд внимательно осмотрев бутылочку она убедилась что никакой надписи яд нету и немного отпила вкус был необыкновенный и она быстро выпила все до последней капли со мной что-то не так вдруг почувствовала алиса я как будто складываю словно подзорная труба так она и была она становилась меньше меньше пока не оказалось едва ли не 10 дюймов роста алиса кинулась к дверце вспомнила что оставила ключик на столе но как она не подпрыгивала достать его так и не смогла ключик был отлично виден сквозь стекло алиса попробовала залезть по ножке стола но у нее ничего не получилось ножка оказалась слишком скользкой выбившись из сил алиса села и заплакала хорошенько поплакав она заметила под столом стеклянную коробочку в ней лежал крошечный пирожок на котором была надпись свежим точно что ж пожалуй можно его съесть решила алиса если я вырасту то смогу достать ключик а если уменьшусь то пройду в дверь и в том и в другом случае я попаду в садик и она принялась за пирожок повторяя про себя я расту или уменьшаюсь я расту или уменьшаюсь вскоре от пирожка ничего не осталось ну и чудесице воскликнула алиса она так разволновалась что забыла как надо правильно говорить теперь я вытягиваюсь как самая длинная подзорная труба в мире алиса выросла до 9 футов и уперлась головой в потолок схватив золотой ключик она кинулась в дверце но вот беда теперь она могла лишь одним глазком заглянуть прекрасный садик да и то если лечь на пол она села и заплакала и заплакала и вскоре наплакала целое море слез тут снова появился белый кролик в нарядном жилете и цилиндре в лапках он держал белые перчатки большой веер алиса быстро вытерла слезы простите сэр обратилась она к нему от неожиданности кролик подпрыгнул и улучшался куда-то бросив перчатки и веер алиса взяла веер и принялась им обмахиваться как же все удивительно сказала она и незаметно для себя натянула на руку крохотную перчатку разве такое может быть удивилась девочка должно быть я снова стала маленькой алиса не ошиблась в ней уже не было больше двух дюймов роста алиса алиса тут же сообразила что дело в веере и испуганно отбросил его прочь зато теперь я правильно его размера обрадовалась она самое время отправиться в садик но дверь-то в садик она закрыла ключ оставила на столе но вот снова незадача расстроилась алиса такого маленького роста я еще никогда не была неожиданно она поскользнулась и погрузилась по самую шею в холодную соленую воду то самое море слез которые она выплакала ах ну зачем же я столько плакала до вас кликнула алиса и вдруг увидела как в ее слезах барахтается мышь да мышь мышь о обрадовалась алиса не подскажете ли мне как выбраться на сушу мышь промолчала тогда алиса подумала что может быть мышь француженка и не понимает по-английски она сказала оу эст мачатэ это было самое первое французское предложение в ее учебнике французского и означало где моя кошка мышь испугнула пискнула и поплыла прочь ой горе мне я забыла что вы не дружите с кошками закричала если это алиса пожалуйста вернитесь мышь медленно подплыла к ней сказала печально давайте выберемся на сушу и я расскажу вам свою историю тогда вы поймете почему я не дружу с кошками истории не было истории не было на берегу собралась странная компания птицы звери и алиса все вымокшие очень недовольны все хотелось поскорее обсохнуть и согреться лучший способ собрел согреться объявил додо это бег по кругу а как это спросила алиса я покажу и ты сама все поймешь ответил тот додо начертил на земле окружность довольно кривую звери и птицы без всякого порядка выстрелись по кругу потом все побежали спустя полчаса когда все уже подсохли додо закричал состязание закончено все остановились тяжело дыша кто победил кто победил послышалось со всех сторон победили все сказал додо и все должны получить призы а кто будет раздавать призы заволновались звери птицы разве не ясно конечно она воскликнул додо и указал на алису все кинулись к ней громко крича призы и призы алиса понятия не имела чтобы им такое дать стунула руку в кармашек и нашла коробочку с конфетками которые вот радость не размокли она принялась раздавать конфеты всем птицам и к счастью хватило после этого алиса повернулась к мыши и сказала помните вы обещали рассказать мне свою историю да да вспомнила мышь этой печальной истории уже тысячи лет даже с хвостиком история с хвостиком удивилась алиса покосившись на мышиный хвостик а что с ним случилось фура сердилась мышь хватит говорить глупости обидевшись развернулась и пошла прочь как жаль что здесь нет дина вздохнула алиса она бы мигом схватила ее и притащила обратно и истории не истории нет а кто такая то ваша дина спросил попугайчик лори дина это наша кошка радостно заявила алиса она так ловко ловит мышей а уж что она делает птичками вы бы видели ам и нету птички и и слова произвели на птиц странное впечатление они стали прощаться нам пора домой протрещала сорока прохладно вреда для горла дети дети засутилась канарейка скорее домой уже поздно в считанные минуты все разбежались и алиса снова осталась одна все вокруг неожиданно все вокруг неожиданно изменилось большой зал с дверцами и столиком куда-то исчез а мимо снова пробежал белый кролик мои ушки мои усики прочитал он вот растяпа где же я их потерял наверное он ищет перчатки и веер догадалась алиса и кинулась на их поиски но не нашла тут кролик и я заметила закричал мэриэн беги скорее домой принеси мне перчатки и веер алиса так растерялась что послушно побежала туда куда указал лапкой кролик вскоре она выбежала к небольшому доннику над дверью висела медная табличка кролик алиса поднялась на второй этаж нашла на столике в спальне веер и белые перчатки она хотела было их взять и побежать обратно но тут увидела еще одну бутылочку отопью-ка я из нее решила алиса может немножко подрасту она сделал несколько глотков и в самом деле выросла но так что уперлась головой в потолок зачем же я столько выпила подумала алиса но было поздно она все росла и росла и пришлось даже высунуть руку в окно а ногу пропихнуть в дымоход вдруг алиса услышала как кролик закричал мэриэн мэриэн при этом он дергал дверь но то не поддавалась и неудивительно ведь алиса упиралась в нее локтем кролик убежал и вскоре алиса услышала как кто-то крикнул биль спускайся в трубу нож нет подумал алиса дождавшись когда в трубе кто-то запахтел алиса дернула ногой тут же снаружи закричали глядите биль летит потом в окошко полетели камушки алиса была рассердилась но тут увидела что камушки падая превращаются в пироженки вот да съемка я один подумал алиса и со мной наверняка произойдет что-нибудь удивительно едва она откусила кусочек как почувствовала что уменьшается когда алиса снова стала нормального роста она бросилась бежать у домика собралась целая толпа птиц и зверюшек но алиса промчалась мимо них в лес зачем они бежали за это же алиса в стране чудес они все чудесатые но особенно летающие да все первым делом решила алиса я должна с того стать нормального роста а потом надо отыскать дорогу в тот чудесный сад план был великолепный только вот алиса не знала как к нему приступить наверное надо что-то съесть или выпить рассуждала она но что она огляделась и не нашла ничего подходящего вдруг увидела огромный гриб почти с нее алиса встала на цыпочки и увидела большущую синюю гусеницу гусеница скрестив на животе лапки с важным видом сидела на грибе и курила кальян некоторое время алиса и гусеница молча смотрели друг на друга а потом гусеница вынула кальян изо рта и сонно спросила ты кто алиса поморщилась не очень-то вежливое начало и робко проговорила понимаете ли я уже и сама не знаю кто я такая что за бред недовольно проговорила гусеница у тебя с головой все в порядке не знаю ответила алиса может не все видите ли нет не вижу оборвала ее гусеница алисе такое начало разговор не понравилось гусеница явно была не в духе и девочка повернулась и пошла прочь вернись закричала гусеница ты должна это знать чтобы это могло быть заинтересовалась алиса и вернулась не выходи за рамки сказала гусеница это все едва сдерживая злость спросила алиса нет ответила гусеница и снова замолчала алиса терпеливо ждала ей было очень любопытный вдруг гусеницы самом деле что-то знает гусеница молчала довольно долго потом потянулась широко зевнула сползла с грибной шляпки и скрылась траве откусишь с одной стороны вырастешь с другой уменьшишься крикнула гусеница на прощание с одной стороны чего подумала алиса словно услышав ее мысли гусеница добавила гриба и уползла алиса долго брела по лесу пока не вышла к домику она постучала но ей никто не открыл однако в домике явно кто-то был там непрерывно чихали кричали слышался звон разбиваемой посуды стучать бесполезно все равно меня никто не услышит решила алиса толкнула дверь и вошла в дом в огромной кухне сидела женщина с младенцем на руках алис эту часть же решила что это та самая герцогиня для которой белый кролик должен был принести веер за ее спиной стояла кухарка и непрерывно повешивала суп в большом черном котле алиса чихнула в супе слишком много перца догадалась она в самом деле кухарка так наперчила суп что нельзя было не чихать даже герцогиня то и дело чихала а уж младенец чихал и вопил непрерывно не чихали только кухарка и здоровенный кот он безмятежно сидел на полу улыбался во весь рот какой удивительный кот сказал алиса почему он улыбается почему почему потому что это чеширский кот резко ответила герцогиня и крикнула ах ты поросенок алиса вздрогнула но тут же поняла что поросенком герцогиня назвала не ее а младенцем а тогда она немного осмелев продолжила я не знала что коты умеют улыбаться а вот теперь будешь знать я никогда не видел улыбающегося кота мало ли что ты много чего еще не видела алиса была в замешательстве она не знала что и сказать а пока размышляла кухарка приняла швырять герцогиню младенца все что попадалось ей под руку сначала полетели сковородки потом тарелки потом чашки и блюдца герцогиня даже не ойкнула а ребенок трудно было понять чувствует ли он удары и без того заливался плачем на покачай его крикнул герцогиня алисе и бросила ей младенца а мне надо королеве на крокет держать младенца оказалось делом нелегким он выгибался пытался вырваться из рук и вообще был какой-то странный если я оставлю здесь малыша он долго не протянет придется взять его с собой решила алиса и с младенцем на руках вышли младенец вскоре перестал чихать и почти успокоился правда он еще немного всхлипывал или точнее похрукивал алиса удивилась и беспокойно глянула на его мордашку у младенца был приплюснутый носик похоже на поросячий пятачок а глазки совсем крошечные знаешь что строго сказала ему алиса если ты превратишься в поросенка я с тобой нянчится не буду но тот вдруг стал самым настоящим поросенком алиса отпустил его на землю он радостно похрукивал бежал едва поросенок скрылся за деревьями как алиса заметила на ветке чеширского кота взглянув на его длинные когти и острые зубы алиса решила что лучше обращаться с ним как можно почтительнее хоть и в чеширик ласково заговорила на вы не знаете куда мне дальше идти но это зависит от того куда ты хочешь попасть ответил код честно говоря мне все равно а в таком случае все равно куда идти только бы куда-нибудь попасть уточнил алиса если идти довольно долго обязательно куда нибудь попадешь заметил код с этим трудно было не согласиться алиса решила перевести разговор на другую тему а кто тут живет спросила она вон там кот махнул лапкой направо живет шляпник а там он махнул влево мартовский заяц неважно кому ты пойдешь они оба не в своей тарелке мне бы не хотелось иметь дело с безумцами сказала алиса все равно придется заметил код мы все здесь безумные я и ты почему вы решили что я не в себе а как же иначе ведь ты здесь кстати ты придешь на королевский крокет я бы с радостью но меня не приглашали еще пригласят заявил код и начал медленно растворяться в воздухе первым исчез его хвост а последний улыбка но и дела удивилась алиса видала я котов без улыбок а вот улыбку без кота нет это просто невероятно и алиса пошла в ту сторону где жил мартовский заяц мартовский заяц и шляпник пили чай под раскидистым деревом тут же спала садовая соня и они сидели облокотившись на нее с двух сторон как на подушку стол был большим но все трое почему-то сидели с одного края когда алиса приблизилась шляпник с мартовским заяцем закричали в один голос мест нет мест нет как же нет удивилась алиса вот же она уселась глубокое кресло тебе надо постричься заявил шляпник разглядывая и дело такие замечания неприлично сказала алиса шляпник покосился на нее ничего не ответил какое сегодня число спросил он через некоторое время достал часы и принялся их трясти немного подумав алиса ответила 4 отстают на два дня вздохнул шляпник я же говорил что нельзя их смазывать сливочным маслом добавил он бросил сердитый взгляд на зайца но это был очень но это было очень хорошее масло возразил мартовский заяц какие необыкновенные часы воскликнул алиса они показывают дни они часы часы мы и так знаем сказал шляпник у нас всегда шесть часов так вот почему здесь столько чашек догадалась алиса верно сказал шляпник у нас всегда 6 часов время пить чай так что нам даже посуду помыть некогда а вы просто пересаживаетесь угадала подтвердил шляпник и пересел на соседний стул садовая соня проснулась и пересела на место шляпника мартовский заяц сел на место сони а алиса на место зайца ей повезло меньше всех потому что мартовский заяц только что залил молоком свое блюдце я не думаю начала алиса тогда говорить нечего оборвал ее шляпник это было уже слишком алиса не могла терпеть такие выходки она встала из-за стола и решительно пошла прочь хотя была уверена что они позовут ее обратно но не заяц не шляпник не тем более соня совершенно не обратили внимание на ее уход обернувшись алиса увидела как шляпник и заяц пытаются запихнуть сону в заварочный чайник сплошные безумцы и чаепитие у них безумное решила алиса тоже самое алиса пошла дальше вскоре увидела большое дерево с дверью в стволе ну и чудеса подумала алиса впрочем сегодня весь день сплошные чудеса войду-ка сюда алиса откусила кусочек гриба чуть уменьшилась открыла дверь шагнула и оказалась знакомым зале со стеклянным столиком когда же как же она обрадовалась увидев что теперь можно пройти в крошечную дверцу которая о чудо была не заперта алиса открыла ее вошла в чудесный садик королева королева крикнул кто-то алиса обернулась увидела целую процессию впереди шли солдаты за ним придворные замыкали шествие король и королева червей увидев алису королева строго спросила как себя зовут девочка алиса ваше величество вежливо ответила она сама подумала нечего их бояться это всего-навсего колода карт а что это такое спросила королева кузов на садовников которые красили белые розы в красный цвет понятия не имею дерзко ответила алиса отрубить ее голову отрубить ей голову завизжала королева что за чушь прикрикнула на нее алиса и королева тут же умолкла процессия двинулась дальше а ты играешь крокет прокричала алиса алисе королева играю крикнула я вслед алиса тогда идем с нами позвала королева и алиса присоединилась к процессе когда они добрались до площадки для крокета королева скомандовала по местам все разбежались по площадке алиса в жизни не видела такой удивительной игры игры в крокет вместо шаров были живые ежи а вместо молотков фламинго солдаты сгибали пополам сгибались пополам и получались вороться играли все разом без всякого порядка королева страшно злилась и то и дело призывала отрубить голову отрубить голову приговоренных уводили солдаты разумеется для этого им приходилось покидать площадку и вскоре все игроки были приговорены к казни остались только король королева или а и алиса а видно рубить голову здесь привычное дело подумала алиса удивительно что кто-то еще остался в живых она решила что лучше убраться отсюда по добру поздорова но тут объявили внимание суд начинается что за суд удивилась алиса и поспешила за королем и королевой король и королева червей сидели на троне а вокруг толпились все остальные карты а также разные птицы и зверюшки перед троном стоял червонный валет закованный в кандалы а посреди зала на столе лежало блюдо с пирожками рядом с королем с торжественным видом стоял белый кролик в одной руке он держал труб трубу а в другой пергаментный свиток зачитайте обвинение приказал король белый кролик трижды протрубил в трубу нацепил на нос очки и развернул сквиток откуда начать ваше величество спросил он короля начни сначала и читай по порядку пока не дойдешь до конца с важным видом разъяснил король кролик кивнул и принялся читать однажды теплым летним днем дама червей напекла пирожков валет червей прознав о том схватил пирожки и был таков пригласите первого свидетеля прокачал король первым свидетелем оказался безумный шляпник он явился в суд с чашкой чая в одной руке и бутербродом в другой прошу прощения ваше величество сказал он что явился с чашкой но за мной пришли и я не успел закончить чаепитие а когда это чаепитие началось поинтересовался король 15 марта ответил шляпник алису вдруг охватила какое-то странное чувство она снова росла но и немного отвлекала это тут король крикнул пригласите следующего свидетеля белый кролик заглянул свой свиток и объявил следующий следующий свидетель алиса что тебе известно об этом спросил король ничего честно ответила алиса король обратился к присяжным запишите это очень важно а то а потом прочитал своем блокноте правило номер 42 гласит в зале суда не могут находиться те о ком в ком больше мили росту а во мне нет мили заявила алиса есть все равно и никуда не уйду отрубить ее голову завизжала королева но никто не шевельнулся я вас не боюсь крикнула алиса вы всего-навсего колода карт тут карты поднялись воздух и полетели алисе прямо в лицо алиса вскрикнула стала от них отбиваться и вдруг поняла что лежит на берегу реки у сестры на коленях а то заботливо смахивает с ее лица сухие листья алиса проснись нежно пропела сестра как же долго ты спала ах какой чудесный сон видела какой сон алиса вздохнула и рассказала сестре обо всем обо всем о том о чем ты только что прочитал рассказывая сестре о своих приключениях алиса закрыла глаза и слова снова перенеслась в страну чудес а вот зашелестела трава пробежал белый кролик вот послышался всплеск по пруду проплыла испуганная мышь она слышала звон посуды продолжалось бесконечное чаепитие у мартовского зайца пронзительно кричала королева червей требуя чтобы всем отрубили головы опять беспрерывно чехал младенец на руках у герцогини а кухарка с грохотом швыряла в них все что попадется под руку алиса вспоминала и вспоминала но она знала что стоит только открыть глаза и все исчезнет станет таким как прежде ветер будет шуршать в траве вода плескаться о берег звяканье чашек превратится в звон колокольчиков у овец на лугу вопли королеве станут окриками мальчишки пастуха а чихание младенца сольется со звуками ближайшей фермы однако алиса не спешила открывать глаза и хотелось еще немного побыть в стране чудес ведь это был такой удивительный сон все конец спасибо что были с нами а